Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео я решила посвятить своим самым недавним покупкам. И я также покажу некоторые пробники, которые мне достались либо с работы, либо с теми покупками, которые я совершила, либо просто пришли мне по почте. Итак, начнем, наверное, вот с этого средства. Это лак для волос от фирмы Aveda. Это те из вас, кто читает мой блог, вы знаете, что я уже как бы стараюсь перейти на всю продукцию от фирмы Aveda. Конечно, переходит, это займет мне очень долгое время, так как у меня очень-очень много другой продукции, но я стараюсь. И начало моему переходу положил вот такой лак для волос. Он содержит гомомелис, по-английски гомомелис, называется Butch Hazel. И это самый-самый легкий, самая легкая фиксация, то есть это там не какая-то суперфиксация. У Aveda три степени фиксации, то есть легкая, средняя и самая сильная. Но я пошла с легкой, потому что у меня очень много волосков, вот здесь особенно, вокруг лба, которые коротенькие или которые отрастают. Вот, они называются по-английски Colic Hair. Я не знаю, как они называются по-русски, потом, девчонки, если кто из вас парикмахер, вы знаете, то напишите мне, пожалуйста. Буду очень благодарна. И он именно для того, чтобы вот эти вот волосочки, они не выбивались, не вылетали. Очень мне нравится, пахнет приятно, распрыскивать его очень легко. Использую его практически каждый день, ну, по крайней мере, каждый день, когда я хожу на работу в Мэйсис. Вот, и из расходов уже, наверное, вот стоечка, здесь 250 миллилитров, стоит такой продукт 16 долларов, плюс налог. Также мне, когда я покупала вот этот вот лаврый волос, я попросила для себя кое-какие пробники. Я сейчас вам покажу, что мне дали. Возможно, я взяла не то, но, мне кажется, я взяла шампунь и кондиционер. Ну да, я немножко взяла из разных серий, но в магазинах Аведа очень часто, даже если вы просто попросите, то вам могут дать пробники. Во многих журналах, например, в ВОГе точно, я знаю, потому что я на ВОГ подписана, в ВОГе есть даже страница, которую вы можете принести в магазин Аведа или в салон Аведа, и вам дадут там пробник. Мне давали несколько разных видов. Последний раз мне дали три такие штучки. Кто из вас со мной дружит в ВКонтакте, вы, наверное, уже видели все эти фотографии. Значит, я вам объясню сейчас, что у меня здесь есть. У меня есть два продукта из линейки Damage Remedy. То есть, это линия специально для поврежденных или окрашенных волос, или для тех людей, кто очень любит пользоваться утюжком, или феном, или плойкой. Есть специальный здесь шампунь, кондиционер, и также кондиционер, который вы оставляете на волосах после того, как вы моетесь. В нем содержится протеин такого злака, как кинва. Я не знаю, есть ли в России такой злак, знаете ли вы про него или нет, но в этом злаке очень много протеина, и вот он содержится именно тоже в этом средстве. Вы его наносите на кончики волос, и оно как бы склеивает секущиеся концы. Секущиеся концы для меня на самом деле не такая большая проблема, но лучше предотвратить, чем потом идти и отрезать, я не знаю, там 10-15 см волос. У меня, кстати, была знакомая, у которой были очень-очень длинные волосы до попы, и, наверное, 30 см из этих волос, это были чисто посеченные кончики. То есть девочки осторожнее с этим, ухаживайте за своими волосами, ходите, стрелитесь обязательно. Я иду встречусь через неделю в субботу, чему я вообще безумно-безумно рада, потому что я там для себя собираюсь получить еще кое-какие продукты. Вообще, ладно, не суть важна. Также из линии Aveda, из других линий шампуня у меня есть линейка, которая называется Pure Abundance. Pure Abundance это линия, которая предназначена специально для придания объема вашим волосам. И у меня есть также линия Invati, которая у них новая, она помогает росту волос. То есть в шампуне содержатся скрабирующие частички, эксфилиатор, и с помощью этого эксфилиатора вы можете, как бы, оживить кожу вашей головы. Вот такие вот у меня были покупки из магазина Aveda. И это практически все, что мне досталось из продуктов по уходу за волосами. Вчера мне пришла посылка от компании Procter & Gamble. Я ничего для них не рекламирую. То есть я просто подписана на рассылку их пробников. Пробники, они переходят вот в такой вот коробочке. Здесь вы можете увидеть, что здесь написано, что это Procter & Gamble Brand Sampler. То есть это пробники. Ничего полноразмерного в этой коробочке не было. Это была, наверное, самая большая коробка, которую они мне когда-либо прислали. И когда я вчера пришла домой с работы, и я увидела, что он там лежит у нас на столике в коридоре, я посмотрела на своего мужа и говорю, смотри, какая огромная коробка. Мне никогда такого большого не было. Вот, в этой коробке было очень много всяких разных средств. Но вот для волос там был вот такой вот шампунь и кондиционер от Pantene Provis. Здесь по 50 мл в каждом. И написано, что в этом шампуне нет силикона. То есть вот в чем эта новая фишка. Потому что во многих шампунях, во многих кондиционерах, в них добавляют силикон для того, чтобы ваши волосы гистели. Вот. А здесь, здесь этого нет. И тут также идет купон, скидка на 1,50$ на 2 продукта от Pantene. Вот. Вот такие вот у меня были покупки для волос. Дальше я также сходила в аптеку в CVS, в CVS Pharmacy. И купила там для себя несколько средств. Вообще я шла изначально за пудрой для лица. Компактная пудра. Я на самом деле силикалась много-много раз. Что компактными пудрами я пользоваться больше не буду. Потому что когда они уже начинают заканчиваться, они реально просто рассыпаются. Вот этот вот кружочек, который у вас идет по краю. Он просто рассыпается, и пудра везде, и на ковре, и на трюмо. Вот. В общем, безумно-безумно неприятно, неудобно. Вот. Но я пошла и купила для себя Revlon Photo Ready. Я пользовалась раньше тональным кремом из этой серии. Мне было очень интересно попробовать пудру. Честно скажу, еще я не пробовала. Но цвет у меня Light Medium. Вот так он выглядит. Подойдет мне отлично, потому что на лето, если нужно, я буду пользоваться бронзером. Идет к нему в комплекте вот такая вот кисточка, которая так и останется в своей пластиковой упаковочке. Потому что пользуюсь я обычными спонжами. Для меня это самое оптимальное время. Я также купила для себя вот такое вот средство. Это праймер. Многие из вас, опять же, дружат со мной ВКонтакте, увидели это на фотографии, вы спросили, что это за тональное средство. И я сказала, что это не тональное средство, что это праймер. У Revlon из линейки Photo Ready вообще, или мне кажется, вообще у Revlon два праймера. То есть один, который вот такой вот Perfecting Primer, который, что идеально делает вашу кожу, опять же, он зрительно сужает поры. Другой праймер, который есть у Revlon, точно такой же, но он зеленоватого цвета. То есть если вот этот вот такой розовенький, то другой зеленоватый. Это такой мятный, наверное, скажем лучше так. Мятный в нем, по-моему, специальные частицы, которые помогают, если у вас покраснение или какие-то высыпания на коже. Я им пользовалась уже несколько раз. Здесь, кстати, 27 мл, а не 30, как идет обычно в тональном креме. Хотя, может быть, у Revlon и есть 27 мл во всех тональниках. Я, честно говоря, не знаю. Первый раз обратила внимание. Просто я работаю в клиник, и в клиник все продукты, все тональные средства по 30 мл, несмотря на то, какая там упаковка. Очень мне нравится. Выдавливается таким образом. Вы видите, немножко он перламутровый. Вы начинаете втирать его в кожу. Он передает вашей коже сияние. И также он делает ее более гладкой и более приятной на ощупь, более шелковистой. Также я купила для себя Maybelline Color Tattoo. Еще, как бы, ну как сказать, распробовала, не распробовала я этот продукт, я врать не буду. Я его пробовала. Пробовала два раза. Два дня подряд я их носила. Как этот цвет, так и тот. Значит, заниматься садомазохизмом, как бы, не садомазохизмом, заниматься мазохизмом я не собираюсь. И носить эти тени 24 часа я тоже не собираюсь, потому что я фонарь, и как бы я верю в то, что нужно снимать косметику на ночь. Вот. Значит, обе эти Color Tattoo я наносила кистью. Вот так они выглядят. Сейчас вам покажу сводчи. Цветы у меня, вот этот вот 25, по-моему, называется Bad to the Bronze. И другой цвет, 50-й, это Edgy Emerald. Вот так выглядят два эти цвета. Девочки, я знаю, что в России нет этих Color Tattoo, но я, честно говоря, пока еще вообще не могу понять, нужны ли они вам или мне. А в первую очередь, то есть, вообще, есть такое желание взять их и отнести обратно. Стоили они 6,50, но у меня был куполь на 1,50, поэтому стоили они не каждая баночка по 5 долларов. То есть, в принципе, как бы, было достаточно нормальное, как сказать. То есть, я не так заплатила дорого за них, как на самом деле они стоят. Я сэкономила почти 1,3 цены. Бронзовый цвет, Bad to the Bronze, нравится мне, честно говоря, больше, чем вот этот вот Edgy Emerald, потому что он изумрудно не смотрится, он смотрится более как бирюзовым. Я не думала, что он будет такой яркий. Я наносила эти тени, сейчас расскажу, значит, двумя способами. Один раз я нанесла их просто на праймер, на базу для теней от Sally Hansen, которая у меня есть, и они продержались весь день, но скатались здесь, во внешнем уголке глаза. И второй раз я их нанесла уже на все веко, и сверху я нанесла на них рассыпчатые тени. И тогда они продержались весь день, смотрелись очень хорошо, и на концерт, я даже сходила с ними на концерт группы, в которой играет там друг моего мужа. Вот. В общем, все удивились, какие на самом деле яркие тени. Попробую использовать их в качестве просто подводки, но покупать тени и использовать их как подводку я не вижу смысла, потому что у меня уже 7 разных цветов подводки для глаз, и плюс все эти разные карандаши, каялы, которые у меня есть. Поэтому я не знаю. Честно говоря, вот такое вот у меня сумбурное мнение по этому поводу. Я знаю, что многие блогеры их хвалят, я знаю, что очень многие хотят эти калор-театю, но, честно говоря, я вам сказала бы так, подождите, подождите, не бегите впереди паровоза, просто всегда, когда какая-то компания выпускает новую продукцию, новые темы или еще что-то, то начинается вокруг них безумный-безумный ажиотаж. Вот. Поэтому не верьте ажиотажу. Да, вот этот вот хайп, как он называется, не верьте. Ну, просто почитайте побольше ревью, и когда они появятся, если у вас будет возможность, и будут тестеры, то попробуйте тестеры. Просто у нас такая ситуация в Америке, что Maybelline и Revlon, это все продукция масс-маркета, и продается она в магазинах CVS, либо в магазинах, где продаются как продукты питания, так и одежда, так и вот эта косметика, все шампуни, и там нет тестеров. Я знаю, что в России на всю эту продукцию тестеры есть, можно это все попробовать, посмотреть, сделать сводше. Честно говоря, я вам в этом плане завидую. Дальше я вам расскажу немножко о бесплатных пробниках, которые они дали. Значит, в воскресенье 22 апреля был День Земли. День Земли – это такой праздник, когда, ну, больше, наверное, не праздник, а день, когда мы должны больше ухаживать за своей землей, да, там, как-то ей помогать, перерабатывать материалы. Как вы знаете, в Америке очень популярные фразы «reduce, release, recycle», то есть перерабатывать все, что угодно, картон, бумагу, пластик, алюминий, использовать какие-то сумки для покупок, не постоянно покупать вот эти вот, не покупать, а не постоянно брать вот эти вот пластиковые пакеты, которые дают на кассе, а переносить с собой сумку тряпичную. Кстати, вы, наверное, такую сумку могли видеть у меня в видео, когда я рассказывала о своих сумках. Вот, то есть вот такая вот была ситуация, в этот день, на самом деле, бесплатно раздавали многое везде, бесплатно было кофе в некоторых кофейниках, например, в кофейнике «Керибу», бесплатно ей давали сумки вот эти вот как раз, которые многоразовые в магазине «Таргет», и у нас в «Мэйсис», значит, в магазине «Ориджинз», они раздавали увлажняющий крем для лица. Значит, я слежу за, на самом деле, всем, что происходит в магазине, и я безумно рада, когда там дают что-то бесплатное, вот, и в «Ориджинз» нужно было принести, как я сначала прочитала, то есть как бы я вам скажу, что я прочитала сначала эту информацию, что нужно было принести какое-то средство, которое у вас кончилось из линии «Ориджинз», сдать его на переработку на «Стенде Ориджинз», и вам дадут бесплатный увлажняющий крем, полноразмерный, кстати. Но оказалось это не так, оказалось, что нужно было принести что угодно, любое средство, вот, то есть как бы я об этом не знала, когда я пришла на работу, я быстренько позвонила своему мужу, и сказала ему, что у меня на Туриму стоит увлажняющий крем с обтенком, «Тентед Моистюрайзер», я надеюсь, я правильно перевожу, фирму Physicians Formula, который у меня был с прошлого сентября, и я ему сказала, говорю, давай-ка, дорогой, придешь-ка забираться мне с работы, принеси мне этот увлажняющий тональный крем, и мы его с тобой переработаем, мне дадут новый, вот. В итоге я получила для себя вот такой вот средство от «Ориджинз», этот увлажняющий крем называют защитный, то есть идет как «Эйдж Дефенс», с экстрактом белого чая, и SPF 25. Значит, здесь активные ингредиенты, как вы, наверное, уже могли догадаться, это как раз солнцезащита, и этот крем, он как бы только на утро, да, то есть вы его, ну, как бы наносите только утром, потому что непонятно, зачем вам вообще ночь нужна SPF 25. Вот, то есть вот такой вот мне достался крем, пахнет он отлично, пробовал, я его наносила уже в течение двух дней, я знаю, что два дня это вообще, по крайней мере, ну, ничего, как бы это, это ничто, но впитывается он очень хорошо, наносится хорошо, держится, безумно не нравится, вот, но я просто такой человек, который, ну, у меня уже скопилось, наверное, штук пять этих увлажняющих кремов для лица, и некоторые из них, ну, реально, просто вот, ну, жалею, что купила, наверное, да, нужно выбросить и еще что-то, какие-то мне достались бесплатно, какие-то еще, но, в общем, наверное, я сделала другой обзор на все эти увлажняющие кремы, которые у меня есть. То есть вот такой вот бесплатный подарок я получила у нас на прилавке Origins. Дальше расскажу немножко о том, что нам раздавал Lancome. Эти пробники раздают, мне кажется, вообще, ну, как бы на прилавке, при покупке там на какую-то сумму денег, может быть, там 50 долларов или там 100. Честно говоря, в Lancome на 50 долларов купить можно очень мало, поэтому две вещи и уже 50 долларов, и вам, наверное, должны дать какой-то бесплатный пробник. Я не уверена, как это работает, но я вам расскажу, что нам давали. Нам давали так называемый Goodie Bag. Goodie Bag – это пакетик, в котором наложены всякие маленькие пробнички, и вы можете это все посмотреть и рассмотреть, распробовать, если вам понравится перейти на эти средства. Итак, что мне досталось от Lancome? Во-первых, мне дали вот такой вот пробник Genifique. Это их, по-моему, сейчас самое популярное средство по уходу за кожей. Это сыворотка, которая помогает активировать что-либо работу ваших... как это называется? То есть Genifique, в нем какая фишка? В рекламе они говорят, что молодость заложена в ваших генах, и они этой сывороткой пытаются эту молодость из ваших ген извлечь. Вот, сыворотка идет вот такая вот, с пипеткой. Она достаточно такого прозрачно-белесого цвета. Здесь 8 мл в этом пробнике. Начала я им пользоваться с прошлой пятницы. Честно говоря, эффект очень хороший. Кожа мягкая, гладкая. Каких-то супер изменений на своей коже я не заметила, к сожалению, поэтому пока не знаю. Genifique меня не впечатлил. Но это, скорее всего, еще потому, что я себе купила иллюминатор от Estee Lauder. Я купила иллюминатор не тот, который... Я купила идеалист, но не тот, который выравнивает цвет кожи и который придает сияние. Я выбрала тот, который уменьшает размер пор. Почему? Потому что сейчас объясню. Он содержит вещества, средства и какие-то кислоты, которые растворяют умертвевшие клетки кожи, очищают поры, и тем самым поры становятся зрительно меньше. То есть вот такое вот средство. Ревью него и покупки с ним будут попозже на этой неделе, потому что к нему мне шли бесплатные пробники. Я просто хотела все показать вместе. Это средство у меня до сих пор в магазине. Я его не могу забрать до 25 апреля. Так у нас работает наша система. Это была просто как бы предпокупка, так называемый pre-sell. Дальше Lancome дал мне вот такой вот пробник крема. Здесь 15 грамм, половина унции. Называется он Rennergy Lift Volume... Volume Matching. Здесь также есть SPF 15, если я не ошибаюсь, потому что активным ингредиентом также идет солнцезащитный крем. Но я могу ошибаться на самом деле. Да, да, SPF 15, sunscreen здесь у нас есть. Вот такой вот маленький пробничек, такая вот маленькая баночка. Еще это средство я не пробовала. Но выглядит оно довольно мило. Я даже удивилась, что Lancome раздавал такие пробники. Мне кажется, что такой, наверное, можно получить в какой-нибудь из этих L-Box, Glam Box. Я, кстати, подписалась на Birchbox у нас в Америке. Жду майскую особенно, потому что майская была сделана совместно с продюсерами сериала Gossip Girl и сплетница. Поэтому там должны быть какие-то супер-классные продукты. Вот этого я жду. Также Lancome нам дал вот такие вот Juicy Tubes. Это их блески для губ. Они сейчас, кстати, блески для губ у меня на губах. Здесь 10 мл. Честно говоря, пробник достаточно большой. Хватит, я думаю, что его мне надолго. Он выглядит розовым, абсолютно он не розовый. На губах смотрится прозрачно. Пахнет очень хорошо. Немного липкий в начале, но сейчас уже намного лучше. И также достались мне вот такие вот, значит, вот такой вот кайел от Lancome. Называется он Le Crayon Call. Честно говоря, я не очень понимаю, почему в Lancome все называется по-французски, потому что произносить это безумно сложно. Вот, кайел вот такой вот черный. Очень он, кстати, мне понравился. Он не твердый и не мягкий, где-то посерединке, потому что есть кайел, например, у меня есть от Lorac, который больше мягкий, значит, истачивается быстро. Но вот этот вот кайел будет, ну, наверное, прослужить недолго. Это цвет Black Ebony. Интересно также оказалось то, что этот кайел был сделан в Чехии. Вот, не знала, что Lancome делает в Чехии. Клиник некоторую свою продукцию делает в Бельгии. Скажу сразу. То есть вот все, что у нас продается, клиник, некоторые тональные основы, они из Бельгии. И также мне досталась вот такая вот тушь Lancome Definisilis High Definition Mascara. Вот такая вот у нее кисточка, елочкой. Честно говоря, она мне не понравилась, потому что она не передает пламоты ресницам, она просто их удлиняет. Вот. Вот такие вот у меня были пробники. Также я вам покажу, что вы можете, если вы живете в Америке. И я не знаю, мне кажется, в России они тоже должны это делать. На прилавках Lancome вы можете получить вот такие вот бумажечки. Здесь вам подберут тональную основу и найдут вот такую вот малюсенькую баночку. И вы можете этой основой попользоваться в течение 10 дней. Если она вам понравится, то как бы вы можете прийти и ее обратно купить. Вот. Здесь у меня также написано имя, но это одна из моих сотрудниц. Вот. Поэтому как бы мы так прикалывались. Таких вот бумажечек у меня две. Возможно, я схожу и подберу для себя тональную основу от Lancome. У них их, по-моему, всего лишь 6. Есть Taint Miracle, самый популярный, который подходит для всех типов кожи. Есть Taint Idoli, есть New Taint Idoli Ultra, Photogenic, Renogy Lift и Absolute Makeup. Вот. По-моему, во всех, да, во всех тональных основах от Lancome, во всех, во всех есть SPF. Значит, вот такие вот у меня были пробники. Вот такой вот получился обзор. Надеюсь, что вам было интересно. И, наверное, после этого видео вам, наверное, всем еще захочется вообще пойти в магазин и попросить еще пробников. Надеюсь, удачи вам в этом. Пробники, это правда классно. То есть вы можете испробовать очень много всего. Очень многие пробники, которые нам дают в Америке, они достаточно хорошего размера. Если вы едете куда-то путешествовать, то вам их, ну, хватит достаточно надолго. Единственный продукт, о котором я до сих пор не уверена, это вот эти вот Color Tattoo от Maybelline. А чек у меня сохранился, поэтому, возможно, я все-таки пойду их и верну. Всем огромное спасибо за просмотр и всем отличного дня. Пока!